Так, записываем. Ребята, все получили домашнее задание? Получили. All right. Значит, мы начинали вот этот Тора. Для тех, кто получает копию, но не присутствует на лекции, непосредственно получает копию, просматривает потом свободное от работы время, как сказать. Саша, Леня, Рита и так далее. Значит, мы начали четвертую книгу Моисея, называется «Числа». Закончили визу. И числа начинается с чего? Начинается с счета. Называется глава. Начинается бамидба. Бамидба, значит, бамидба, значит, в пустыне. Числа в пустыне начинается. И вот начинается с чего? Значит, давайте в общем скажем. Значит, считаются все колена Израиля. Сколько у Израиля было детей? У Якова. Сколько было? Яков. Это то же самое, как Израиль. Его имя Якова. Папа дал ему имя Якова, а Бог дал ему имя Израиль. Яков – Израиль. Когда ему дали имя Израиль? Когда он боролся с Богом, так сказать. И вот сколько у него детей было? Первый вопрос. Это не один из пяти вопросов. Это дополнительные вопросы. Сколько было у Якова детей? Одиннадцать? Двенадцать? Тринадцать или четырнадцать? Тринадцать – правильный ответ. Двенадцать мальчиков и одна девочка. Звали ее Дина. Ну, значит, тринадцать. Тринадцать детей. Из двенадцати колен мы все и происходим. Значит, будем считать. После этого счет, 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 счет. Считаются. Все считаются. Вот после этого, после счета. Ну, в общем, все идет в счет. Во-первых, было пять вопросов. Сначала скажу пять вопросов. Во-первых, сегодня сколько? Сегодня у нас большое дело. Сегодня большой первый месяц нового месяца. Первый день нового месяца. Сейчас он закончил. Сегодня был весь день. То есть месяц Ияр закончился, месяц Сиван начался. А так у нас конец мая. Сегодня воскресенье. Восемь часов вечера по израильскому времени. Было пять вопросов по этой главе. Почему в подсчете показаны какие племена? Женька, у тебя перед собой Тора есть? Виток, перед собой Тора есть? Ну, какая? Почему ты спрашиваешь, почему в подсчете показаны 11 племен, а не 12? Да, давайте почитаем, давайте почитаем, посмотрим. Рувин, Симон, Юхуда, Исахар, Зебулун, Йосиф, Беньямин, Дан, Аша, Гад, Нафтали. Сколько? Не успевая записывать. 11. Почему 11, а не 12? Ну, я вспоминаю старинную притчу. Как-то, может, вы тоже слышали. Потому что 12 считали. Когда-то Хаджан Асреддин поехал на рынок. Ему сказали, вот тебе шесть ослов, поезжай и продай их. Ну, нет, Женька, только можно говорить по Торе. Своей мудрости мы не будем... Я хочу объяснить свою мысль. Ответ только на эти истории. Столько историй. Короче, 12 колено считало всех остальных. Себя не считали. Это угад. В общем, первый... Окей. Давайте сначала все вопросы скажу. Первый вопрос, почему по счете было 11 племен, а не 12? Потом, почему численность, общая численность населения была намного меньшим, чем во время Египта? Потом, назовите маму каждого племени. Потом, почему 40 лет в простыне мы проходили? Хоть от Египта до Израиля? Сегодня, между прочим, меня с Америки женой у них, она по женой по Зуму говорила, они и Салмы читают каждое воскресенье. Ее спросили, сколько от Берещавы идти до Синаи? 200 километров. Примерно где-то, Женька, примерно где-то 300 километров. То есть, где-то машина, ну, сколько? Ну, 5 часов езды где-то в таком духе. А в Торе написано 11 дней шагом от Синаи. Да, ну, вообще, был вопрос такой, ну, вышло людей гораздо меньше из Египта, чем остались. А и потом, почему первенцов выкупают левиты? Начинаем к первому вопросу. Ну, а почему это 11 дней, 12? Для того, чтобы остались, давайте посмотрим, сколько у Израиля было жен? Кого? Жен. Одна? Как ее звали? Рахель. Вот уже близко подходишь. Вот видишь, что значит пропускать уроки. Вот после ты сочковал с последнего урока, вот ты не пропустил. У Израиля было 4 жены. Старшая ее звали Лея. Он когда пришел к Лавану, своему дяде, и у него было 2 дочки. Ее звали Лея и Рахель. Мы это учили в бытие. У нее каждая была как бы наложница или обслужанка, подможница. Ее звали одну Билха, другая Зилха, Зилпа. Он женился век четырех. Как он там на них женился, какой последовательность, это другой вопрос. Факт тоже было 4. От первой, от одной жены Лея, у него было шестеро детей. Рувен, Шимеон, Леви, Ехуда, и Сахар и Зебулум. Шестеро. У Драхели у него было двое. Какие двое? Оставшиеся. Йосиф, от которого был ветерой Египта, Йосиф, и Бин-Иамин. Значит, четыре по два – это шесть. Так, четыре и два – это шесть у Леи, и два у Рахели – это восемь. У Зилпа, которая была помощницей Леи, у него были Гаат и Аша, двое детей. И Билха, помощница Рахели, Дан и Нафтали, то есть два и два. Четыре и восемь, полностью двенадцать. Значит, за эти двенадцати детей – самый первый Рувен. Первенец считается всегда особой права. Особой права. Первенец должен все делать дома. Покажут пример всем. В то время у людей, до сих пор сейчас, в больших религиозных семьях, там, 10-15 человек детей. Вы же сами знаете. И как у первенец какая работа? Ну, первая дочка, там, маме помогает по хозяйству, а мальчик, там, помогает в поле. Давай, там, Йосиф, не бегай сюда, а ну, сиди, не балуйся. То есть у первенца обычно большие, ну, он как бы папина правая рука. И первенец должен помогать. А что значит правая рука у евреев? Самое главное, что у нас? Тор учить. Тор учить. Вот тебе 50 очков за ответ. Уже 50 очков получил. Записывай. Тор учить. А кто нужен тор учить? Если в то время ребята работают на земле, ну, когда мне тор учить? Я занимаюсь, вот по горам Женька лажит каждый день. Когда тор учить? Вот сейчас сидит, учит. Значит, папа говорит, ну, я пока там буду, там, коров там даю сюда, ты давай ребятам объясни главу. Ну, но, то есть, если бы в каждой семье была идея, как ты сказал, были, как у папы, главная рука помощник, старший сын, он занимается всеми духовными видами помощниками. Остальные ребята, как бы от него учатся. Так должно и быть. Никакого храма не должно было быть. Никаких жертв не должно было быть. Ничего этого не было быть. Если бы не было, у нас не было проблем с арабами. Они мне говорят, это наша гора, мечеть стоит, это наша гора, храм. Никаких проблем за четыре тысячи не было. Не было, не должно было храма. Почему? Потому что Бог сказал, вы мой избранный народ, я вас верю, я никаких задач вам не даю, каких, которые вы невыполнимы. У вас есть ментальная и физическая возможность это все сделать. Нет, как, да я что, я стесняюсь, нехорошо, я же не могу, я не запомню. Запомнишь. Если я тебе сказал, запомнишь, Бог сказал, значит, ты запомнишь. Это не шухры-мухры. Но, тем не менее, ну, не знаю, не знаю. Ну, Бог тогда говорит, знаете что, ребята, я не буду с вами спорить. Не хотите, чтобы у вас Бог, я был прямо внутри вас? Ну, мы не можем, это, знаете, трудно. Мы привыкли, вот все вокруг нас идолоплоклонники. У одного там клоун стоит в подвале, у другого там кукла, он на нее молится, там ее красит. Мы тоже так хотим. Бог говорит, ну, ребята, я не могу так делать, но в Капкане сладче сделаем так. Будет вам храм, вы хотите храм? Чтобы у него конкретно могли прийти, принести овцу, ее пожертвовать. Пошел домой, пришел домой и сказал жене и детям, ну, не нужно ни о чем волноваться. Я сходил в крам, мы откупились, все, грехов нету. То, что я Сереже, соседа, украл корову, я помолился, ее отдал, мне взяли жертвы, все нормально, все нормально. Все в порядке. Вот, все на воле. Хорошо, хотите так, если не можете, духовно это придать, дам вот так. Но у вас тогда в каждой семье должен быть перевенец, которым я этим делом занимаюсь. А потом, или есть, да, или принцы, ну, я не знаю, это тоже перевенцам, у нас работы много там, нужно и в амбаре, и сено постругать, и то делать. Вот, не знаю, вот сегодня у нас этот спортзал, я назначил на 8-15 тренировку, не могу на Тору прийти, потому что спортзал у меня записали. Мне это, а, ну, если вы хотите идти в спортзал, ну, тогда иди, а не могли сделать 20 дней? 20 дней нельзя, потому что не было очень. Ну, если так нельзя, значит, нельзя, ребята, ну, нельзя так нельзя. Тогда вместо этих ваших, то мы считать этого первенца не будем. Тогда мы возьмем одно из ваших 12 колен и назначим им начальника всех, всех, всех религиозных так же, как бы, обрядов. Какого сына возьмем? Первого. Рувин первый себя не оправдал. Он был хороший парень. Он один был и защитником Иосифа. Когда все сыновья хотели Иосифа и продали в конце концов в Египет, Рувин говорил, не надо, ребята, не трогайте его, хотел его спасти. Но тем не менее он был хоть спасти, но опять-таки, э, может, да, не надо, зачем? Нет, у него не было силы, не было силы. То есть он потерял право первенца. Второй, Шимон и Ливий, и третий. Это все, значит, первые дети Ливии, Шимон и Ливий. Они были, в принципе, друзья. Они были друзья, очень такие серьезные ребята. Когда Яков возвратился из изгнания по дороге направо в Израиль, дочку Якова, местное население в Шехме, схватили ее, их принц изнасиловал. И потом пришел, имел наглость, и после этого насилования пришел к нему и сказал, Яков, я хочу на нее жениться, она такая хорошая девочка. Шимон и Ливий пошли к ним и сказали, ребята, ну, мы не можем выдавать нашу девочку за необрезанных. У нас здесь должно быть обрезание. Если вы сделаете обрезание, тогда можно. Вообще, Торо спрашивает, как это можно так говорить? Они только что изнасиловали сестру. Они начинают с ними начинать какие-то есть и так, и так, и так. Они знали, что их всего 12 ребят, а этот Шехом целая куча ребят. Так они сказали, то есть, уяви так, доверяй, но проверяй. То есть, они сказали, вы делаете обрезание. Ну, они говорят, ну, сделаем обрезание, делайте. И тогда сделали обрезание. После обрезания нужно примерно три дня отходить от себя. Первый день болит, второй день больше, на третий и больше, на четвертый уже не болит почти. Я знаю, посидел, что я в Америке сделал обрезание. В России же у нас обрезание, знаешь, ну, откуда мы знаем, что такое обрезание? В Америке я сделал. А это не так, ну, я сделал как? Не просто краву пошел. Это ребенку 8 дней делать обрезание. Я ходил в больницу, мне положили на стол, дали наркоз, чик-чик-чик, все, вот, теперь ты и верь. Вот это, но они сделали обрезание. Представьте, не было у них там ни хирурга, никого. Они три дня мучили. В это время Левий и Шимон пришли с мечами и весь город вырезали. Будьте здоровы, ребята. Вот так. Яков, когда они пришли, я говорю, вы что это наделали? Вы что это наделали? Вы вырезали весь город. Они говорят, папа, они изнасиловали нашу сестру. Что же нужно делать? И Тора говорит, и Яков держал свою тишину. И Яков молчал. То есть, он не говорил, вы не правы, он не говорил, что вы правы. И он просто, с одной стороны, нельзя, из-за того, что там пять человек изнасиловали, вырезать полмиллиона населения. А с другой стороны, он понимал, что у них есть какая-то... Это очень сложный вопрос, очень только разговорный но дело в том, что вот эти Шимоны и Ливи, они были как волки. У них характер был такой, что мы не остановимся, мы вырезаем и вырезаем весь город. Четвертый – Яхуда. Значит, Яхуда характер был настоящий царский. Разница между Яхудом и Йосифом. Йосиф – это одиннадцатый сын. Йосиф был католы начальник всего Египта. Его, Йосифа, и продали в рабство, помните? Йосиф был очень такой велик, он был на небесах, он был очень красавец, и он все решал, мудрец, мудрец, все очень знал. А Яхуда был такой практический парень. Вот мы сейчас будем сядем, все, пойдем, Женька водит нас в пустыню. Ну, куда пойдем, ребят, направо и налево? Ну, направо, если пойдем, там нам только воды хватит на два часа, а налево там тропка большая, и там будет канава. Женя, давай уже пойдем, не говори нам философию, давай идем направо и налево. То есть у Йосифа была такая возможность подумать, не то, что о прометивообразовании, но делать что-то. Пошел вперед. Настоящая черта руководителя. Они философа. Давай подумаем, разберемся, завтра поговорим. То есть у него, то есть от Яхуды идет жезл. У него будет царский характер. Очень практичный парень. То есть он был как бы, ну, как бы боцман на корабле, так сказать. Не капитан, может быть, а боцман. Который сам сделается. И от Яхуды как раз в дальнейшем и придет царь Давид, идет от колена Яхуды. И от Давида придет Ямашия. Значит, вот четыре. И от Леви, вот этого пана, Леви и Шимон, когда они, когда ребята пришли в Египет к Йосифу на поклон, Йосиф, и он когда открылся, они не знали, что от Йосифа, он был там в египетских, и Яхуда, когда он, он хотел их положить в тюрьму, но он их испытывал. И тогда, Тора говорит, и вот тогда вперед вышел Яхуда. Представьте, 12 ребят стоят, не знаю, ну, 11. Перед начальником Египта. Он был в маскараде, они знали, что это его брат. Через 20 лет они его нашли. И он с ними говорил, ребята, он хотел их испытать, они еще злобу хранят на него или нет. Я вас в тюрьму посажу. Вы у меня украли то, украли. Мы ничего вас не украли. Ваша вещь, да что, да что, что. И до слова такого, что, ну, никакого оправдания нет. Ну, хочешь нас убивать, убивай, все делать. И вот тогда, Тора говорит, выстыбил вперед Яхуда. И он сказал Иосифу, ваше величество, вы настолько велик, как сам фараон. То есть, ну, это типичное, восточное, восточное такое, ваше величество, вы такой мудрый, вы такой хороший. Вы так велики, как сам фараон. Перед вами наша жизнь. Мастер, жизнь в ваших руках. Но Талмуд говорит, что Яхуда говорил фараону, Женька, не читай интернет, выключи интернет. Я вижу, ты интернет смотришь. Сейчас же выключи интернет, ты смотришь, что на Луне нашли марсиан. Выключи эту штуку. Один мотор сейчас я должен сохранить. Давай выключи мотор. Я вижу, что ты называешь. Закрой мотор и не присылай мудрости, что на Луне марсианских евреев нашли. Это нам сейчас не надо. Выключай свой интернет. Будешь говорить после... В 9 часов будешь говорить. Лёва, твой сын ко мне приходит в 9 вечера, но мне чего-то время. Давай, выключай сейчас. Выключай. А что вы сделали с Лёвой? Я что-то не понял. Он приходит сегодня, он сегодня приходит в гости. Не морожь голову, выключай интернет. Выключил? Выключил. Давай, выключай. Мотор, чтобы ты думал, сошредоточивайся. Когда Яхуда сказал, ваше величество, ты опять смотришь? На тебя смотрю. Да. Опять. Вы такой, как фараон. Отец Яхуды, Яков. Отец Якова, Исаак. Отец Исаака, Авраам. Авраам и Сара, то есть он прадедушка Яхуды. Он, когда в Египет пошел, его фараон, фараон увидел, какая красавица Сара, и он отца ползел в дворец. И за это он наказал его парчой. У него лишай по всему телу просто. То, чтобы он его не трогал. Но Авраам был не против, насколько я помню. Что-что? Авраам-то был не против. Это другой вопрос. Но с Сарой отношений у фараона не было. Он его, Бог, утвердил. Лишай не обжал. То есть за то, что он покушался на Сару, Бог послал на фараона лишай. И фараон сказал Аврааму, давай уходи, я тебе дам в крыле подарки, только-только-только-только. И Иосиф, вот теперь Яхуда его напоминает Иосифу. Ваше Величество, вы как фараон. То есть, вы помните, с вашим прадедушкой, мой прадедушкой сделал? Все осторожно с нами играет. У меня крыша та еще, да? Да вы не помните, да, ваше Величество. Но ему сказал, как вы такое Величество, у вас, перед вами весь Египет, вы как фараон. Он намек его дал очень тонкий. И вот этот поступок, вот в такой критической ситуации, кто должен кто-то выйти вперед и вести? Когда у всех получается затор. Яхуда сделал. Много лет дальше, вот когда они начинали выходить из Египта, дошли к воде. И все говорят, как будем терять воду? Египтяне сзади на нами, сейчас они с тех убьют. Что делать? Что делать? Перейти через воду? Один из них, Наш Шон, тоже, это лидер племени Яхуда, пошел в воду. И Митраж говорил, он пошел в воду. И как вот, зашел в воду, и что сделать? Вода раступилась? Ну да. Нет, не раступилась. Вот самое там чудо. Он прошел дальше до колен, вода не раступилась. Все на берегу смотрят, и что думают? Ну все, потонет парень. Он продолжает дальше, теперь вода до шеи, потом до рта, потом до носа, и в это время море раступилось. Это тоже качество руководителя. Это качество руководителя. Это не только голая вера. Вот это был Яхуда. Но Ливий, его брат, то есть Яхуда четвертый, Ливий третий, Ливий у него была такая настырная, он любил Симеона. Поэтому, когда он пришел, Ливий и Симеон, Иосиф разделил. В тюрьме и посадил в разные камеры, чтобы они не советовались друг с другом. И от Ливий как раз идут все священники, ливиты. То есть, самое большое духовенство, самое такое, Господу помолимся. Это Ливий. А история в Ливии была такая. Он понимал, как говорит Витек. Я помню, в институте были, он там 20 человек, Витка с дубиной побил, они его еще извиняли, что они его обидели. 20 человек. О, 20. В Ливии было 20 человек, 30 человек, он, по-моему, не знал, как их считать. Сколько нужно бить, столько буду бить. Мое дело их бить, а их 20, значит, 230, 3, значит, 3. Вот у него такое было такое ощущение. У него не было боязни. То есть, человек не было боязни. Конечно, это опасно, но он не думал об этом в то время. Вот такое вот было решение. Ливиты. И вот из этого такого характера, вот такого характера в молодости человек вспомнился до того, что он теперь, когда он был начальником по саму духовенству, он знает, какая у него душа, он знает, какие у него возможности. И эти возможности он теперь, через много лет, через 40-50 лет после исхода, он теперь эти качества делает не на драки, а на духовные вещи. Они лидеры всего духовничества. Значит, Бог теперь, возвращаясь к нашему вопросу, Бог говорит, ребята, поскольку вы не могли, я вам дам начальство, духовное начальство. У вас будет и недуховное начальство, как парки делать, делать заводы, дороги, мосты. Это занимается царская власть, ехудо. А ливиты будут заниматься духовной вещью. И я выкуплю всех ваших первенцов. Сколько вас первенцов? Давайте посчитаем. Вот эти 11 племен считаются. В одном 50 тысяч, в другом 60 тысяч, там 30 тысяч, что-то-что-что-что. Все сложилось вместе и вместе посчитали ребят от 20 лет до конца. То есть до 20 не считалось, женщин не считалось, детей не считалось. Этих человек посчиталось 603 тысячи 550. Погоди, Лёва, там было так, подожди, там обычно писали так. Считали тех, кто мог держать меч. То есть воинов считали. Совершенно верно. Ну, то есть, ребята, да, сформировавшиеся, ребята. Но их было 600 человек считали. А в счет этих ливиты не обходили. После этого отдельно начали считать ливиты. Их посчитали, их, конечно, было меньше, ну, скажем, 10 процентов, там одна двенадцатая. Из этих ливитов сказали, сколько у вас человек, я не помню, сколько Тора говорит, ну, скажем, их там будет, ну, 10 тысяч, например. Я не помню, какая, надо посмотреть. Первенцов у всех, календаря, примерно было столько же. 10 тысяч, 10 тысяч. И вот он сказал, вот мы выкупаем ваших первенцов на ливитов. То есть, всех первенцов, их работу по духовности, которую нужно было им делать, будет исполнять ливиты. Поэтому ливиты началось, там не точно я была крыльстая, но я сейчас это нюанс, я не хочу сейчас входит, почему не точно я была крыльстая, на это тоже есть объяснение. Ливиты таким образом, значит, почему они так сделали? Почему они их поменяли? Они просто сказали, вот вы будете начальниками, потому что Бог знает человеческую натуру. Тысячи лет после, два тысячи лет, скажем, а почему духовенство всегда лучше кусок мяса? А кто вас избрал? А кто вас уполномочил? Бог говорит, ребята, я их предложил, но вы же сами выкупили, у вас была возможность первороженцев, первых сыновей. Вы их поменяли на ливитах, вы их поменяли, а не я. Так не морожьте мне голову, почему у них больше кусок мяса. Вы так сделали, сами выбрали из такой закон, вот такой закон у вас и есть. Это вопрос, это ответ на первый, почему их 11, а не 12. Второй вопрос. Почему общая численно... Подожди, тогда я был прав, 12 считала 11, они себя не считали, поэтому 11. Совершенно верно. Интересно, что ты поднял интересный вопрос. Иногда, когда дальше мы будем изучать, в Торе считается 12-чего, включая ливи? Секунду, Алекс, Бродет звонит, хочет присоединиться, я думаю. Подсоединяй. Сейчас я скажу. Давай. Каша, мы сейчас в разгар зума, тебя очень не хватает. Ты можешь подключиться там с работы? Ну, ладно. Тут все выразили сожаление твоему отсутствию. Ну, понятно. Скажи запись по самому. Ага, ну, привет тебе от всех. Ну, давай, бай. Саша, звоните, всем привет. Он не может, у него, он один там в лаборатории все на нем. Ну, я тебе скажу, это очень большое дело, что он позвонил. Ну, да. Очень большое дело. Ну, это, видимо, сказывается, да. А как же, это очень важно. Смотри, значит, опять-таки, 11, иногда Тора считает всех 12, включая ливи, иногда 11, но и с Иосифа, двое его сыново, и фрая Минаша, заменяют ливи. А почему Иосиф? Ну, потому что Иосиф как бы был избранный любимец Якова, и два его сына как бы заменили, чтобы общее количество 12 дней изменял. Почему это он любимый сын? Хорошо ли это, или плохо иметь любимчика в семье? Не очень хорошо, потому что из этого и такая вражда вначале, поэтому его продали из-за того, что он был у него так бы любимчиком. Но это уже вопрос моральный на другое время, но факт то, что вот это ответ на первый. Второй вопрос, почему общая численность населения была меньше? 603 тысячи 550. Если, как Женька сказала, если малышей там не считали, ну, может быть, миллион. Женщины, может быть, два миллиона. Ну, вместе где-то два с половиной, три миллиона. А сколько евреев было в Египте? Ну, сколько их туда ушло? Ушло три миллиона, вот мы сейчас посчитали. Примерно. Нет, в самом начале сколько пришло в Египет, когда перебрали? Сколько пришло в Египте? Витек, помнишь? Они вспомнят. Пара сотен, друг с вами. Бытие, в самом конце бытия, в самом последнем книжке бытия 70 человек. Яков, его 12 детей, их жены и там еще несколько, примерно 70, не понимаю, тоже 70 человек. Из этих 70 человек до 210 лет, вот можно посчитать на бумажке, из 70, вот Женька любит эту самую прогрессию геометрическую, из 70 человек до 210 лет получилось примерно 10 миллионов. А чем больше, Торо говорит, чем больше египтяне их морили, чем больше они их в плен порабоствовали, тем больше они плодились. Чем больше плодились. И дамы стали, а жили они на земле, севернее Каира, где сейчас современная Александрия. Это называется страна Гошем. О, ребята, сейчас я выключусь и обратно войду через минуту. Входите через минуту, потому что я вижу мне напоминание. Остается где-то примерно 10 минут. Я выключусь и опять войду. Окей? Ну, давай. А нам что делать? Входите опять. А, все то же самое, да? Да. Хорошо, давай. .